Аллохин, с вами Лиза, добро пожаловать на мой канал, здесь про творчество, вдохновение и самовыражение. Рада вас приветствовать в моей рубрике «Пижамная вечеринка», где я читаю, а вы слушаете разного рода историй, начиная от страшных и кринш-сторий, заканчивая историями про свидание и взаимоотношения. Это видео посвящено продолжению историй из предыдущего видео, поэтому, если вы не смотрели, я вам настоятельно рекомендую перейти туда и посмотреть, чтобы быть в контексте происходящих событий. И небольшое пояснение дальнейшей истории, непоследовательные события, которые описывает автор, это приплетенные между собой разные ситуации из жизни молодого человека. Просто, чтобы вы не запутались, я вам немножко поясняю ситуацию. Значит, первая история называется «Надувные шарики». Пару дней назад я опубликовала рассказ под названием «Шаги». Было несколько вопросов, которые заставили меня полюбопытствовать о некоторых деталях моего детства, и я поговорила с мамой. Обострев ситуацию своими вопросами, мама сказала, «Почему бы тебе просто не рассказать им о чертовых воздушных шариках, если им так интересно?» Как только она это сказала, я вспомнил так много о своем детстве. Эта история послушает дополнительным контекстом для предыдущей, которую, я думаю, вы должны были прочитать первой. Хотя порядок не имеет большого значения, но прочитав эту историю первой, вы сможете лучше почувствовать себя на моем месте, ведь я вспомнил события шагов первыми. Если у вас возникнут вопросы или что-то еще, не стесняйтесь спрашивать, я постараюсь на них ответить. Кроме того, предупреждаю, обе истории длинные, я просто не решаюсь упустить какие-то детали, которые могут быть важны. Когда мне было 5 лет, я ходила в начальную школу, которая, как я понял, была непреклонна в важности обучения через какую-то деятельность. Это была часть новой программы, разработанной для того, чтобы дети могли развиваться в своем собственном темпе, и чтобы способствовать этому, школа поощряла учителей придумывать действительно изобретательные планы уроков. Каждому учителю была предоставлена свобода действий. Он мог создавать собственные темы, которые проходили, по-моему, в течение всего класса. И все уроки математики, чтения и так далее были бы разработаны в духе этой темы. Эти темы назывались группами. Была группа космос, группа море, земля. И группа, в которой был я, называлась сообщество. В детском саду в этой стране не учат многому, кроме того, как завязывать шнурки и как делиться с другими. Поэтому большая часть занятий не очень запомнилась. Я четко помню только две вещи. Я лучше всех умел правильно писать свое имя и проект «Воздушный шар», который был отличительной чертой группы сообщества, поскольку это был довольно умный способ показать, как функционирует сообщество на самом базовом уровне. Вы наверняка слышали об этой активности. В одну из пятниц, я помню, что это была пятница, потому что я был в восторге от проекта, и это был конец недели. В начале года мы зашли в класс утром и увидели, что на каждой партии лежит полностью надутый воздушный шар, перевязанный бечевкой. На каждой партии также лежали маркер, ручка, лист бумаги и конверт. Проект заключался в том, чтобы написать записку на бумаге, положить ее в конверт и прикрепить к воздушному шарику, на котором при желании можно было нарисовать и картинку. Большинство детей начали драться за шарики, потому что хотели разные цвета. Но я приступила к своей записке, которую долго обдумывал. Все заметки должны были соответствовать определенной структуре, но нам разрешалось быть творческими в этих границах. Моя записка была примерно такой. «Привет, вы нашли мой воздушный шар. Меня зовут... имя. И я учусь в начальной школе... такой-то. Вы можете оставить шар себе, но я надеюсь, что вы напишите мне ответ. Я люблю могучего Макса, исследования, строительства крепостей, плавания и друзей. А ты что любишь? Напиши мне поскорей. Вот доллар за письмо». На долларе я написал «Для марок». Прямо спереди, что, по мнению мамы, было лишним. Но я подумала, что это гениально, и сделала так. Учительница сделала полароидную фотографию каждого из нас с воздушными шарами, и мы положили ее в конверт вместе с письмом. В конверт было положено еще одно письмо, в котором, как я полагаю, объяснялась суть проекта и выражалась искренняя благодарность за участие каждого, кто напишет ответ и пришлет фотографию своего города или района. В этом и заключалась вся идея создать чувство общности, не выходя из школы, и установить безопасный контакт с другими людьми. Это казалось такой забавной идеей. В течение следующих нескольких недель письма начали приходить. Большинство из них были с фотографиями различных достопримечательностей. И каждый раз, когда приходило письмо, учитель прикреплял фотографию к большой настенной карте, которую мы повесили, показывая, откуда пришло письмо и как далеко прилетел шарик. Это была очень умная идея, потому что мы с нетерпением ждали прихода в школу, чтобы узнать, получили ли мы письмо. В течение всего года у нас был один день в неделю, когда мы могли написать ответ своему другу по переписке или другу другого ученика, если наше письмо еще не пришло. Мое письмо пришло одним из последних. Когда я вошел в класс, я посмотрел на свой стол и снова не увидел никакого письма. Но когда я сел, учительница подошла ко мне и протянула конверт. Наверное, я выглядел таким взволнованным, потому что когда я уже собирался открыть его, она положила свою руку на мою, чтобы остановить меня, и сказала, пожалуйста, не расстраивайся. Я не понял, что она имела в виду. Почему я должен расстраиваться, когда пришло письмо? Сначала я была задачен тем, что она вообще могла знать, что находится в конверте. Но теперь я понимаю, что, конечно, учителя проверяли содержимое, чтобы убедиться, что там нет ничего непристойного. Но все равно, как я мог расстроиться? Когда я открыл конверт, то все понял. Там не было письма. В конверте был только полароид. Но я не мог разобрать, что это такое. Он был похож на пустынный участок, но слишком размытый, чтобы расшифровать его. Казалось, что камеру передвигали, пока делали снимок. Обратного адреса не было, так что я даже не смог бы написать ответ, если бы захотела. Я был подавлен. Учебный год продолжался, и письма перестали приходить почти всем остальным ученикам. В конце концов, переписка с детсадовцами может продолжаться очень долго. Все, включая меня, почти полностью потеряли интерес к письмам. Потом я получил еще один конверт. Мой азарт возродился. Я радовался тому, что все еще получаю письма, когда большинство других друзей по переписке уже отказались от участия. Логично, что я получил еще одно письмо. В первом письме не было ничего, кроме размытой фотографии. Так что, возможно, это было сделано для того, чтобы загладить свою вину. Но опять не было никакого письма. Только другая фотография. Это фото было более различимым. Но я все равно ничего не поняла. Фотография была сделана под большим углом, запечатлев верхний угол здания, а остальная часть изображения была искажена бликами от солнца. Поскольку воздушные шары улетели не очень далеко, и все были запущены в один день, доска стала немного захламленной. И поэтому ученики, продолжающие обмениваться письмами, решили, что они могут забрать фотографии домой. У моего лучшего друга Джоша было второе место по количеству фотографий, которые он забрал домой к концу года. Его друг по переписке был очень отзывчивым и присылал ему фотографии со всех окрестностей соседнего города. Джош забрал домой, кажется, 4 фотографии, и я забрал домой почти 50. Все конверты были вскрыты учителем, но через некоторое время я перестал даже смотреть на фотографии. Однако сохранил их в одном из ящиков, где хранились мои коллекции камней, бейсбольных карточек, комиксов, металлические карточки Марвел, для тех, кто помнит, и маленькие миниатюрные бейсбольные шлемы, которые я доставал из автомата в Индиксе. Когда учебный год закончился, мое внимание переключилось на другие вещи. В тот год мама подарила мне на Рождество небольшой аппарат для приготовления рожков. И Джош его очень жаждал. Настолько, что родители купили ему аппарат еще более красивый на день рождения, который был ближе к концу учебного года. Тем летом у нас возникла идея открыть ларек с рожками, чтобы зарабатывать деньги. Мы думали, что сделаем состояние, продавая рожки по доллару. Джош шил в другом районе, но в итоге мы решили, что мой район будет лучше, потому что там было много людей, которые ухаживали за своими газонами. Дров в моем районе было немного больше. Мы делали это пять выходных подряд, пока моя мама не сказала нам, что мы должны остановиться. Я только недавно понял, почему она так поступила. На пятый уикенд мы с Джошем пересчитывали деньги. Поскольку у нас обоих был автомат, у каждого была своя пачка денег, которые мы сложили в одну и разделили поровну. В тот день мы заработали в общей сложности 16 долларов. И когда Джош выплачивал мой пятый доллар, меня хватило чувства глубокого удивления. На долларе было написано для марок. Джош заметил мой шок и спросил, не ошибся ли он в подсчетах. Я рассказала ему о долларе, и он сказал, это так круто, чувак. Подумав, я согласился с ним. Мысль о том, что доллар, сменив столько рук, вернулся ко мне, поразила меня. Я бросился в дом, чтобы рассказать маме. Но мое волнение в сочетании с тем, что она отвлекалась на телефонный звонок, сделали мой рассказ непонятным. И она ответила просто, о, вау, это здорово. Разочарованный, я выброшил обратно на улицу и сказал Джошу, что хочу ему кое-что показать. Вернувшись в свою комнату, я открыл ящик, достал пачку конвертов и показал ему несколько фотографий. Я начал с первой картинки, и мы посмотрели около десяти. Пока Джош не потерял интерес и не спросил, не хочу ли я пойти поиграть в канаве. Канава находится на соседней улице от моего дома. Что мы и сделали, пока его мама не пришла за ним. Какое-то время мы вели войну в грязи, но несколько раз ее прерывали шорохи в лесу вокруг нас. Там жили еноты и бродячие кошки, но это было слишком шумно, и мы обменивались предположениями, что это могло быть, пытаясь напугать друг друга. Я предположил, что это мумия, но в итоге Джош продолжал настаивать, что это робот, потому что мы слышали звуки. Перед тем, как мы ушли, он стал немного серьезным, посмотрел мне прямо в глаза и сказал, «Ты ведь слышал, да?» Он звучал, как робот. «Ты ведь тоже это слышал?» Я слышал, и поскольку звук был механическим, согласился, что это, скорее всего, робот. Только сейчас я понял, что мы слышали. Когда мы вернулись, мама Джоша ждала его за кухонным столом вместе с моей мамой. Джош рассказал маме о роботе, наши мамы рассмеялись, и Джош отправился домой. Мы с мамой поужинали, а потом пошли спать. Прилежав в постели недолго, я вылез из-под одеяла и решил, что в связи с событиями этого дня я еще раз проверю конверты, ведь теперь все это выглядело гораздо интересней. Взяв первый конверт, я положил его на пол, а сверху положил размытый пустынный полароид. Второй конверт я положил рядом с ним, а сверху полароид с изображением верхнего угла здания. И так проделалось каждой фотографией, пока они не образовали сетку размером 5х10. Меня всегда учили быть осторожным с вещами, которые я собираю, даже если не был уверен, что они ценные. Я заметил, что картинки постепенно становятся все более поддающимися расшифровке. Там было дерево с птицей на нем, знак ограничения скорости, линия электропередачи, группа людей, идущих в какое-то здание. А потом я увидел нечто, что взволновало меня настолько сильно, что сейчас, когда я это пишу, я отчетливо помню, как у меня кружилась голова. И я был способен думать только одну повторяющуюся мысль. Почему я на этой фотографии? На этой фотографии группы людей, входящих в здание, я увидел себя, держащегося за руку с мамой, в самом конце толпы людей. Мы были на самом краю фотографии, но это были, несомненно, мы. По мере того, как мои глаза проплывали по морю полароидных снимков, я все больше волновался. Это было очень странное чувство. Это был не страх, а ощущение, которое возникает, когда ты в беде. Не знаю точно, почему меня охватило это чувство, но я сидел, барахтаясь, в отчетливом ощущении, что сделал что-то не так. И это чувство только усиливалось, по мере того, как я просматривал остальные фотографии после той, что так сильно поразило меня. Я был на каждой фотографии. Ни одна из них не была сделана с близкого расстояния. Не только я был на этих фото, но я был на каждой из них. Сбоку, сзади, в самом низу кадра. На некоторых из них лишь крошечная часть моего лица была запечатлена на самом краю снимка, но тем не менее, я был там. Я всегда был там. В детстве разум работает забавным образом, но большая часть меня боялась попасть в беду просто за то, что я еще не сплю. Поскольку у меня уже было навязчивое чувство, что я сделал что-то не так, я решил, что подожду до завтра. На следующий день мама была свободна от работы и провела большую часть утра за уборкой по дому. Я смотрел мультики и ждал, когда наступит подходящий момент, чтобы показать ей полароиды. Когда она вышла за почтой, я схватил несколько снимков и положил их на стол перед собой, сидя и ожидая, когда она вернется. Когда она вернулась, она уже открывала почту и выбрасывала в урну всякий хлам. Я сказал, «Мам, ты бы не могла подойти ко мне на секунду? У меня есть фотографии. Дай мне минутку, милый, мне нужно отметить это в календаре». Через минуту или две она подошла, встала у меня за спиной и спросила, что мне нужно. Я слышал, как она перебирает почту у меня за спиной, но я просто смотрел на полароиды и рассказывал ей о них. По мере того, как я объяснял и показывал на снимке, ее частые угу и ок уменьшались, и она вдруг совсем замолчала, лишь немного пошуршав почтой. Следующий звук, который я услышал от нее, прозвучал так, словно она пыталась отдышаться в комнате, в которой не осталось воздуха. Наконец, ее сильные вздохи закончились тем, что она просто бросила оставшуюся почту на стол и побежала на кухню за телефоном. Мама, прости, я не знала об этом, не сердись на меня. Прижав телефон к уху, она ходила взад и вперед и кричала в него. Я нервно перебирал почту, лежавшую рядом с моими полароидами. Из верхнего конверта что-то торчало, и я бездумно и тревожно потянул за это, пока оно не вылезло наружу. Это был еще один полароид. Сбитый с толку, я подумал, что один из моих полароидов каким-то образом проскользнул в стопку, когда она бросила почту. Но когда я перевернул его и посмотрел на него, то понял, что не видел его раньше. К моему ужасу это был я. Но снимок был гораздо ближе. Я стоял в окружении деревьев и улыбался. Но я заметил, что там был не только я. Джош тоже был там. Это были мы со вчерашнего дня. Я начал звать маму, которая все еще кричала в телефон. Я снова и снова звал ее, пока она наконец не ответила, что. И я только и успел спросить, кому ты звонишь? Я разговариваю с полицией, дорогой. Но почему? Прости меня, я не хотела ничего делать. Она ответила мне тем, что я никогда не понимал, пока не был вынужден пересмотреть это событие из самых ранних лет в моей жизни. Она схватила конверт со стола и наша с Джошем фотография закружилась и выскользнула, приземлившись рядом с другими полароидами передо мной. Она поднесла конверт к моим глазам, но я мог только смотреть на нее и наблюдать, как с ее лица уходит весь цвет. Со слезами на глазах она сказала, что ей пришлось вызвать полицию, потому что на конверте не было почтовой марки. Обновление. Для тех, кто хотел получить больше информации, вы можете найти ее в следующей части. Давайте тогда незамедлительно переходить к этой части и чуть позже мы тогда обсудим уже более конкретно. Я, кстати, не сказала, в начале видео продолжение у этой истории состоит из шести частей, поэтому видео будет два, следующее видео скорее всего выйдет в воскресенье, так что ждите. Вторая часть, точнее даже третья часть называется Boxes. Чуть позже вы поймете, почему я не стала конкретно переводить это название. Если вы не читали шаги или воздушные шары, пожалуйста, сделайте это перед тем, как читать то, что написано ниже, чтобы вы все понимали. Для тех из вас, кто читал другие мои рассказы и спрашивал, есть ли продолжение и получал от меня загадочные ответы, я хочу извиниться за нечестность. Я несколько раз говорил в комментариях, что после шагов ничего не произошло, но это неправда. События следующей истории не были заперты в глубинах моего сознания, я всегда их помнил. Только когда я вспомнил воздушные шары и поговорил с мамой о последующих событиях, я понял, насколько эта история переплетается со всеми остальными, но изначально я не планировал делиться ею. Мое желание утаить эти воспоминания объяснялось главным образом тем, что я не думаю, что проявил в них здравый смысл, мне также нужно было согласие другого человека на то, чтобы рассказать об этом, чтобы не сказать произошедшее. Я не ожидал, что другие мои истории вызовут большой интерес, поэтому не думал, что он на меня будет давить, чтобы я рассказывал подробностей, и был бы счастлив держать это в себе до конца жизни. Мне не удалось связаться с другой стороной, но теперь, когда я поговорил со своей матерью и наметилась еще одна связующая нить, я почувствовал себя неловко, скрывая эту историю от тех, кто хотел бы получить больше информации. Далее следуют настолько точные воспоминания, насколько мне удалось это воссоздать в своей голове. Прошу прощения за длинный рассказ. В общем-то, он все время извиняется за длинные рассказы, хотя мы с вами это любим. Лето перед первым классом начальной школы я провел, учась лазить по деревьям. Прямо возле моего дома росла одна сосна, которая, оказалось, была почти создана для меня. У нее были такие низкие ветки, что я легко мог ухватиться на них без подсадки. И первые пару дней, после того, как я научился подтягиваться, я просто сидел на самой нижней ветке, свесив ноги. Дерево находилось за нашим задним забором и было хорошо видно из окна кухни, которая располагалась прямо над раковиной. Вскоре мы с мамой выработали привычку. Когда она мыла посуду, я отправлялся играть на дерево, потому что она могла легко меня видеть, пока занималась другими делами. По мере того, как проходило лето, мои способности росли. И вскоре я уже забирался довольно высоко. В конце концов, я достиг точки, когда уже не мог забраться выше. И тогда игру пришлось изменить. Я стал концентрироваться на скорости и в конце концов смог добраться до самой высокой ветки за 25 секунд. Я стал слишком уверенным в себе и однажды днем попытался соскочить с ветки, не успев крепко ухватиться за следующую. Я упал с высоты около 20 футов, это примерно 6 метров, и сломал руку в двух местах. Моя мама бежала ко мне с криком, и я помню, что она говорила так, будто находилась под водой. Я не помню, что она говорила, но помню, что была удивлена тем, насколько белой была моя кость. Я собирался начать посещать начальную школу с гипсом, но у меня даже не было друзей, чтобы подписать его. Моя мама, должно быть, чувствовала себя ужасно, потому что за день до моего поступления в школу она принесла домой котенка. Он был совсем маленьким и был полосатым с подпалом и белым. Как только она положила его на пол, он заполз в пустую коробку из-под газировки, которая стояла на полу. Я назвал его Боксис. Боксис был всего лишь уличным котом, когда он сбежал. Моя мама удалила ему когти, чтобы он не крушил мебель, поэтому мы старались не выпускать его из дома. Время от времени он выбирался наружу, и мы находили его где-нибудь на заднем дворе, гоняющимся за каким-нибудь жуком или ящерицей, хотя он почти никогда не мог поймать их, потому что у него не было передних когтей. Он был довольно изворотливый, но мы всегда ловили его и несли обратно в дом. Он оглядывался через плечо. Я сказала маме, что это потому, что он планирует свою стратегию на следующий раз. Как только он оказывался в доме, мы давали ему немного тунца, и он понял, о чем может свидетельствовать звук открывающегося консервного ножа. Он прибегал всякий раз, когда слышал его. Это приспособление пригодилось нам позже, потому что под конец нашего проживания в этом доме, Боксис стал гораздо чаще выходить на улицу и убегать потом в подпол, куда никто из нас не хотел заходить, потому что там было тесно и наверняка кишмяки, шели жуки и грызуны. Моя мама придумала подключить консервный нож к удлинителю на заднем дворе и запустить его прямо в дыру, через которую пролезал Боксис. В конце концов, он выходил оттуда с громким мяуканием, то радуясь звуку, то ужасаясь, как мы могли пойти на такую жестокую уловку. Открывалка без тунца не имела для Боксис никакого смысла. Последний раз, когда он убежал под дом, был днем, когда мы жили в этом доме последний день. Мама выставила дом на продажу и мы начали собирать свои вещи. У нас было не так много вещей и мы растянули процесс сбора на некоторое время, хотя я уже упаковал всю свою одежду по маминой просьбе. Мама видела, что я очень грустила за переезды и хотела, чтобы переход был для меня плавным, и, наверное, она подумала, что моя одежда в коробке укрепит мысль о том, что мы переезжаем, но все не так уж сильно изменится. Боксис выбежал, когда мы грузили вещи в фургон. Мама выругалась, потому что уже упаковала открывалку и не знала, где она. Я притворился, что иду ее искать, чтобы не лезть под дом, а мама, вероятно, полностью осознав мою маленькую аферу, отодвинув одну из панелей, залезла внутрь. Она довольно быстро вылезла с Боксис и казалась довольно нервной, что заставило меня почувствовать себя еще лучше, решив выпадуться из этого. Пока я собирал вещи, мама сделала несколько телефонных звонков, а потом зашла ко мне в комнату и сказала, что поговорила с риелтором и в тот же день мы начнем переезжать в другой дом. Она сказала это так, словно это была отличная новость, но я-то думала, что у нас будет больше времени в этом доме. Изначально она сказала, что мы переедем до конца следующей недели, а сегодня был только вторник. Более того, мы еще не закончили собирать вещи, но мама сказала, что иногда проще заменить вещи, чем упаковывать их и тащить через весь город. Я даже не успела взять оставшуюся одежду из коробок. Я спросила, можно ли позвонить Джошу, чтобы попрощаться, но она сказала, что мы можем просто позвонить ему из нашего нового дома. Мы уехали в фургоне. Мне удалось поддерживать связь с Джошем на протяжении многих лет, что удивительно, ведь мы больше не ходили в одну школу. Наши родители не были близкими друзьями, но они знали, что мы дружили и поэтому удовлетворяли наше желание выйти друг в друга, отвозя нас туда и обратно на ночевки, иногда каждый выходные. Однажды на Рождество родители даже объединили свои деньги и купили нам очень хорошие рации, которые, как утверждалось в рекламе, работали в диапазоне превышающем расстоянии между нашими домами. В них также были батарейки, которых хватало на несколько дней, если рация была включена, но не использовалась. Лишь иногда они работали достаточно хорошо, чтобы мы могли разговаривать через весь город, но когда мы оставались на ночевку, мы использовали их по дому, разговаривая на имитированном радио языке, который мы взяли из фильма. И они отлично справлялись с этой задачей. Благодаря нашим родителям мы все еще оставались друзья, когда нам было по 10 лет. Однажды на выходных я гостил у Джоша, и мама позвонила мне пожелать спокойной ночи. Она все еще была очень бдительна, даже когда не могла следить за мной, но я уже привык к этому, что даже не замечал, хотя Джош замечал. Голос у нее был расстроенный. Боксис пропал. Должно быть, это был субботний вечер, потому что накануне я ночевал у Джоша и собирался вернуться домой на следующий день, потому что в понедельник у нас была школа. Боксис пропал еще в пятницу днем. Я решила, что она не видела его с тех пор, как вернулась домой после того, как отвезла меня. Должно быть, она решила сказать мне, что он пропал, потому что если бы он не вернулся домой раньше меня, то я был бы опустошен не только его отсутствием, но и тем, как она могла скрыть это от меня. Она сказала, чтобы я не волновался. Он вернется, он всегда возвращается. Но Боксис не вернулся. Через три выходных я снова остался на ночевку у Джоша. Я все еще расстраивался из-за Боксис, но мама рассказала мне, что было много случаев, когда домашние животные исчезали из дома на несколько недель или даже месяцев, а потом возвращались сами. Она сказала, что они всегда знают, где их дом и всегда пытаются вернуться. Я объяснил это Джошу, когда меня осенила мысль настолько сильная, что я прерывал свое же предложение, чтобы произнести ее вслух. А что, если Боксис подумал не о том доме? Джош был в замешательстве. Что? Он живет с тобой. Он знает, где его дом. Но он вырос в другом месте, Джош. Он рос в моем старом доме, в паре кварталов отсюда. Может быть, он до сих пор считает это место домом, как и я? О, понял. Это было бы здорово. Завтра мы скажем об этом папе, и он отвезет нас туда, чтобы мы могли посмотреть. Нет, он этого не сделает, чувак. Мама сказала, что мы никогда не сможем вернуться туда, потому что новые владельцы не захотят, чтобы их беспокоили. Она сказала, что говорила то же самое твоим маме и папе. Джош упорствовал. Хорошо, тогда мы просто отправимся завтра на разведку и доберемся до твоего старого дома. Нет, если нас заметят, твой отец узнает, а потом и моя мама. Мы должны пойти туда сами. Должны пойти туда сегодня вечером. Джоша было не так уж сложно убедить, ведь обычно именно ему приходили в голову подобные идеи. Но мы никогда раньше не пробирались из его дома. На самом деле все оказалось невероятно просто. Окно в его комнате выходило на задний двор, а деревянный забор был заперт. После этих двух небольших трудностей мы выскользнули в ночь с фонариками и рациями в руках. Было два способа добраться от дома Джоша до моего старого дома. Мы могли идти по улице и пройти все повороты или идти через лес, что заняло бы вдвое меньше времени. Путь по улице занял бы около двух часов, но я предложил все равно пойти этим путем, сказав, что не хочу заблудиться. Джош отказался и сказал, что если нас увидят, они могут узнать его и рассказать отцу. Он пригрозил, что пойдет домой, если мы не свернем с дороги. Я согласился, потому что не хотел идти один. Джош не знал о том, когда я в первый раз гулял по этому лесу ночью. С другом и фонариком лес был гораздо менее жутким и мы шли довольно быстро. Я не совсем понимал, где мы находимся, но Джош казался достаточно уверенным и это укрепляло мой боевой дух. Мы проходили через особенно густые заросли спутанных деревьев, когда ремешок моей рации зацепился за ветку. У Джоша был фонарик, и я изо всех сил пыталась освободить рацию, когда услышал, как Джош сказал, «Эй, чувак, хочешь искупаться?» Я посмотрел туда, куда он светил фонариком, но при этом закрыл глаза, потому что теперь знал, где мы находимся. Он указывал на плавательный круг. Именно здесь я очнулся в этом лесу несколько лет назад. Я почувствовал комо в горле, навернулись слезы на глазах. Я все еще продолжал бороться с рацией. Разочаровавшись, я дернул ее достаточно сильно, чтобы освободить, и, повернувшись, пошел к Джошу, который частично улегся на круг в позе, как будто собирался загорать. Подойдя к нему, я споткнулся и чуть не упал в довольно большую яму, которая находилась посреди этой небольшой поляны, но, восстановив равновесие, остановился прямо на ее краю. Она была глубокой. Я был удивлен размером ямы, но еще больше меня удивил тот факт, что я ее не помнил. Я понял, что ее не должно было быть в ту ночь, потому что она находилась в том же месте, где проснулся и я. Я выбросил эту мысль из головы и повернулся в Джошу. Хватит валять дурака, ты видел, что я застрял там, а ты просто лежишь здесь и шутишь на этом кругу. Я закончил фразу ударом ногой в открытую часть круга. От этого раздался виск. Улыбка Джоша перевернулась. Он вдруг выглядел испуганным и пытался слезть с круга, но не смог сделать это быстро из-за того, что лежал на нем неловко. Каждый раз, когда он подал обратно на круг, виск усиливался. Я хотел помочь Джошу, но не мог подойти ближе, ноги не слушались. Я ненавидел этот лес. Я подобрал фонарик, который он выбросил в суматохе и посветил на круг, не знаю, чего ожидать. Наконец, Джош слез с него и подбежал ко мне, глядя туда, куда я светил. Вдруг он увидел ее. Это была крыса. Я начал нервно смеяться, и мы оба смотрели, как крыса убегает в лес, издавая звук. Джош легонько ударил меня по руке, улыбка постепенно вернулась на его лицо, и мы продолжили идти. Ускорив шаг, мы вышли из леса быстрее, чем думали, и оказались в моем старом районе. Когда я в последний раз повернул, то увидел свой дом полностью освещенным, и все воспоминания о случившемся нахлынули на меня. Когда мы, наконец, повернули за угол, и перед нами открылся вид на мой дом, я почувствовал, что сердце замирает, вспомнив, как в прошлый раз он сиял. Но на этот раз свет был выключен. Вдалеке виднелось мое старое дерево, по которому я лазил, и по мере того, как мой разум прослеживал причинно-следственные связи в обратном направлении, я понял, что не будь этого дерева, я бы не вернулся сюда этой ночью, и на мгновение меня охватило благоговение перед тем, что все события происходят именно так. Когда мы подошли ближе, я увидела, что лужайка выглядит ужасно. Я даже не мог предположить, когда ее в последний раз стригли. Одна из ставин частично расшаталась и раскачивалась зад и вперед на ветру. И в целом дом выглядел просто грязным. Мне было грустно видеть свой старый дом в таком запущенном состоянии. Почему маму волновало, что мы беспокоим новых хозяев, если они так мало заботятся о том, где живут? И тут я понял, новых хозяев не было. Дом был заброшен, хотя выглядел просто покинутым. Зачем мама врала мне, что в нашем доме появились новые люди? Но я подумал, что это даже хорошо. Нам будет легче искать боксис, если мы не будем бояться, что нас заметит новая семья. Это значительно ускорит процесс. Джош прервал мои мысли, когда мы прошли через ворота и подошли к самому дому. «Твой старый дом, отстой, чувак!» – крикнул Джош так тихо, как только смог. «Заткнись, Джош, даже в таком виде он все равно лучше, чем твой дом». «Эй, чувак!» «Ладно, ладно, я думаю, что боксис, скорее всего, под домом. Один из нас должен спуститься и посмотреть, а другой должен оставаться рядом с отверстием на случай, если он выбежит наружу». «Ты серьезно?» «Я ни за что не полезу туда. Это же твой кот, чувак. Сделай это сам». «Слушай, я буду играть с тобой, если ты не слишком боишься». Сказал я, держа кулак над своей поднятой ладонью. «Хорошо, но мы играем на выстрел, а не на три. Это камень, ножницы, бумага, выстрел, а не раз, два, три. Я знаю, как играть в эту игру, Джош. Это ты вечно все путаешь. Я проиграл». Я отодвинул панель, которую мама всегда отодвигала, когда нам приходилось ползти туда за боксис. Ей приходилось делать это всего пару раз, так как трюк с открывалкой обычно срабатывал. Но когда ей приходилось это делать, она ненавидела это, особенно в тот последний раз. И я, заглянув в темноту подвала, понял, почему. Перед тем, как мы переехали, она сказала, что на самом деле лучше, чтобы боксис бегал здесь, несмотря на то, как трудно будет его вытащить. Это было менее опасно, чем если бы он перепрыгнул через забор и бегал по всему району. Все это было правдой, но мне все равно было страшно это делать. Схватив фонарик и рацию, я начал пролезать внутрь. Но тут у меня настиг сильный запах. Это был запах смерти. Я включил рацию. Джош, ты здесь? Это мачо-мен. Вернись. Джош, прекрати. Здесь что-то не так. Что ты имеешь в виду? Воняет. Пахнет так, будто что-то умерло. Это боксис? Очень надеюсь, что нет. Я отложил рацию и, проползая вперед, пошевелил фонариком. Если смотреть через дыру снаружи, то при правильном освещении можно было увидеть всю дорогу назад. Но чтобы разглядеть опорные блоки, на которых держался дом, нужно было находиться внутри. Я бы сказала, что примерно 40% площади не было видно, пока не окажешься в подвале. Но даже внутри я обнаружил, что могу видеть только то, куда направлен фонарик. Я понял, что это значительно усложнит разведку местности. По мере того, как я продвигался вперед, запах усиливался. Во мне нарастал страх, что сюда пришел боксис и с ним что-то случилось. Я посветил фонариком вокруг, но ничего не смог разглядеть. Я обхватил пальцами опорный блок, тут почувствовал что-то такое, от чего рука отдернулась. Мех. Мое сердце сжалось, и я эмоционально приготовился к тому, что мне предстояло увидеть. Я медленно пополз, чтобы не пропустить то, что, как я знал, должно было произойти, и перевел взгляд и фонарик за блок, чтобы посмотреть, что находится на другой стороне. В ужасе я попятился назад. Иисус Христос вырвалось из моего дрожащего рта. Это было отвратительно исключенное существо, сильно разложившееся. Кожа на его лице сгнила, поэтому зубы казались огромными, а запах стоял невыносимый. Что это? Ты в порядке? Это боксис? Я потянулся к рации. Нет, нет, это не боксис. Тогда что это, черт возьми, такое? Я не знаю. Я снова посветил на него и посмотрел на него с меньшим страхом в глазах. Я захихикал. Это енот. Продолжаю искать. Я пойду в дом, посмотрю, может он как-то туда пробрался. Что? Нет, Джош, не ходи туда. Вдруг боксис спустится сюда и выбежит. Он не сможет. Я положил доску на место. Я посмотрел и увидел, что он говорит правду. Зачем ты это сделал? Не волнуйся, ты можешь легко ее передвинуть. Это имеет больше смысла. Если бы боксис убежал, а я его упустил, то он бы исчез. Если он там внизу, то хватай его покрепче и я передвину доску обратно. А если его нет, то ты можешь передвинуть ее сам, пока я посмотрю в дом. Некоторые из него аргументов были хороши, но я сомневался, что он сможет попасть внутрь. Хорошо, но будь осторожен и ничего не трогай. В моей комнате, в коробках до сих пор лежит куча моей старой одежды. Можешь заглянуть туда и посмотреть, не залез ли он в какую-нибудь из них. И не забудь взять с собой рацию. Понял тебя, дружище. Я сообразил, что там будет кромешная тьма. Электричество наверняка отключили, поскольку никто не платит по счетам. Если повезет, он сможет разглядеть что-то от света уличных фонарей, которые могут пролить свет внутрь. В противном случае, я не уверена, что он будет делать. Вскоре я услышал шаги прямо над головой и почувствовала, как на меня посыпается старая грязь. Джош, это ты? Бейкер, Бейкер, это Мачу Мэн возвращается для большого танка Фокстрота. Орел приземлился. Что там у тебя, принцесса Жасмин? Прием, засранец. Мачу Мэн, я в твоей ванной комнате, где ты просматриваешь свои журналы. Похоже, ты неравнодушен к мужским задницам. Что скажешь по этому поводу? Прием. Я слышал, как он смеется без рации и тоже начал смеяться. Шаги немного стихли. Он направлялся в мою комнату. Черт, как же здесь темно. Эй, ты уверен, что у тебя здесь были коробки с одеждой? Что-то я их не вижу. Да, перед шкафом должна была быть пара коробок. Здесь нет никаких коробок. Давай я проверю, может, ты положил коробки в шкаф перед уходом. Я начал думать, что, возможно, мама вернулась, забрала одежду и просто отдала ее, потому что я уже перерос многие из них. Но я вспомнил, что оставил коробки там. У меня даже не было времени закрыть последнюю перед нашим отъездом. Пока я ждал, что Джош расскажет мне о том, что он нашел, я толкнулся ногой, которая начала затекать из-за того, в каком положении я находился. И обо что-то ударился. Я оглянулся и увидел нечто очень странное. Это было одеяло, а вокруг него стояли миски. Я подполз к нему поближе. Одеяло пахло плесенью. Большинство мисок были пусты, но в одной из них было что-то, что я узнал. Кошачий корм. Он был не такой, как мы давали боксис, но я вдруг понял. Моя мама устроила для боксис небольшой уголок, чтобы поощрять его приходить сюда. А не бегать по всему району. В этом был небольшой смысл и казалось еще более вероятным, что боксис вернулся бы сюда. Это так здорово, мама, подумал я. Я нашел твою одежду. О, круто, где были коробки? Как я и сказал, коробок нет, твоя одежда в шкафу, она висит. Я почувствовал озноб. Это было невозможно, я упаковал свою одежду. Несмотря на то, что мы не должны были переезжать еще две недели, когда уезжали, я помню, как упаковывал их и думал, что с моей стороны было бы глупо доставать одежду из коробок и класть ее обратно. Я упаковал ее, но кто-то повесил ее обратно. Хотя зачем? Джошу нужно было убираться оттуда. Этого не может быть, Джош. Они должны быть в коробках. Перестань валять дурака и просто выйди на улицу. Без шуток, чувак, я смотрю на них. Может быть, ты просто подумал, что оставил их? Ух ты. Тебе, конечно, нравится смотреть на себя, не так ли? Что? Что ты имеешь в виду? Твои стены, чувак. Твои стены увешаны твоими полароидными снимками. Их сотни. Зачем ты нанял кого-то, чтобы... Тишина. Я проверил свою рацию, чтобы посмотреть, не выключил ли я ее каким-нибудь образом. Все было в порядке. Я слышал шаги, но не мог точно сказать, куда ее Джош. Я подождал, пока Джош закончит предложение, думая, что его палец просто соскользнул с кнопки. Но он не продолжил. Казалось, он теперь топает по дому. Я как раз собирался связаться с ним по рации, когда он вернулся. В доме кто-то есть. Его голос был тихим и прерывистым. Я слышал, что он был на грани слез. Я хотела ответить, но насколько громко была включена его рация? Что, если другой человек услышал бы это? Я ничего не сказал, просто ждал ответ и слушал. То, что я услышал, были шагами. Тяжелые, волочащие шаги. А затем гробкий глухой удар. О боже, Джош! Его нашли. Я был уверен в этом. Этот человек нашел его и причинил ему боль. Я разрыдался. Он был моим единственным другом наравне с боксис. И тогда я понял, что если Джош сказал ему, что я здесь внизу, что я мог сделать? Пока я пытался взять себя в руки, я, к счастью, услышал голос Джоша по рации. У него что-то есть, чувак. Это большая сумка. Он просто бросил ее на пол и, о боже, чувак, сумка. Я думаю, она просто сдвинулась. Я был парализован. Я хотел убежать домой. Я хотел спасти Джоша. Я хотел позвать на помощь. Я хотел так многого, но я просто лежал там, застыв. Пока я лежал, не в силах пошевелиться, мои глаза сфокусировались на углу дома, который был прямо под моей комнатой. Я передвинул фонарик. Мне перехватило дыхание от того, что я увидел. Животные. Десятки из них. Все они мертвы. Они лежали кучами по всему периметру подвала. Мог ли Боксис быть среди этих трупов? Для этого ли предназначался кошачий корм? Увидев это, я оправился от шока, так как знал, что мне нужно выбраться оттуда. И я вскарабкался на доску. Я нажал на нее, но она не сдвинулась с места. Я не мог сдвинуть ее, потому что она застряла там, и я не мог обхватить ее пальцами, так как края были снаружи. Я был в ловушке. Черт тебя бы побрал, Джош, прошептал я сам себе. Я чувствовал громоподобные шаги надо мной. Дом сотрясался. Я услышал крик Джоша, и к нему присоединился другой крик, в котором не было страха. Продолжая толкать, я почувствовал, что доска двигается, но я знал, что двигаю ее не я. Я слышал шаги над собой и крики, заполняющие краткие паузы между шагами. Я отступил назад и держал рацию на готове, чтобы попытаться защититься, но доска была отброшена в сторону, и щята рука просунулась внутрь и схватила меня. Погнали, чувак, сейчас. Это был Джош, слава богу. Я выбрался из проема, держа фонарик и рацию. Когда мы добрались до забора, мы оба перепрыгнули через него, но рация Джоша упала. Он потянулся за ней, но я сказал забыть об этом. Нам нужно было двигаться. Позади нас я слышал крики, хотя это были не слова, а только звуки. И мы, возможно, по глупости побежали в лес, чтобы быстрее вернуться к Джошу и чтобы за нами было сложнее следить. Всю дорогу через лес Джош продолжал кричать. Моя фотография, он меня сфотографировал. Но я знал, что этого человека уже была фотография Джоша, сделанная много лет назад в Канаве. Я предположил, что Джош все еще думал, что эти механические звуки издает робот. Мы добрались до дома Джоша и вернулись в его комнату до того, как проснулись его родители. Я спросил его о большой сумке и о том, действительно ли она двигалась. И он сказал, что не может быть уверен. Он продолжал извиняться за то, что уронил рацию, но очевидно, в этом не было ничего страшного. Мы не ложились спать и сидели, вглядываясь в окно, ожидая его. В тот день я вернулся домой позже, так как было уже около трех часов ночи. Пару дней назад я рассказал маме основу этой истории. Она не выдержала и пришла в ярость из-за опасности, которой я себя подвергал. Я спросила ее, почему она выдумала все эти вещи о беспокойстве новых хозяев, чтобы остановить меня и не возвращаться туда. Почему она думала, что в доме так опасно? Она разозлилась и впала в истерику, но ответила на мой вопрос. Она схватила меня за руку и сжала ее сильнее, чем я думала, что она способна на это. И посмотрела мне в глаза, шепча, как будто боялась, что ее подслушивают. Потому что я никогда не прятала под домом никаких гребанных одеял или мисок. Ты был не единственным, кто их нашел. У меня закружилась голова. Теперь я так много понял. Я понял, почему она выглядела такой встревоженной после того, как вынесла боксис из-под дома в наш последний день там. В тот день она нашла нечто большее, чем пауков или кресинный донез дом. Я понял, почему мы уехали почти на две недели раньше срока. Я понял, почему она пыталась помешать мне вернуться. Она знала, она знала, что он поселился под нашим домом и скрывала это от меня. Я ушел, не сказав больше ни слова. Я не закончила рассказ для нее, но я хочу закончить его здесь, для вас. В тот день, вернувшись домой от Джоша, я бросила свои вещи на пол и они разлетелись повсюду. Мне было все равно, я просто хотел спать. Я проснулся около девяти вечера от звука мяуканья боксис. Мое сердце подпрыгнуло. Он наконец-то вернулся домой. Мне было немного не по себе от того факта, что если бы я просто подождал день, ничего бы из событий, происходящие прошлой ночью, не произошли бы. И боксис все равно был бы тут, но это не имело значения. Он вернулся. Я встал с кровати и позвал его, оглядываясь по сторонам, чтобы уловить отплеск света в его глазах. Плач продолжался, и я последовал за ним. Он доносился из-под кровати. Я немного посмеялся, подумав, что только что прополз под домом, разыскивая его, и что это было намного лучше. Его мяуканье заглушала рубашка, поэтому я отбросил ее в сторону и улыбнулся, крикнув, «Добро пожаловать домой, боксис!» Его крики доносились из моей рации. Боксис так и не вернулся домой. История оказались более длинными, чем я ожидала, потому что у меня уже час времени на камере, поэтому я думаю, что будет даже больше видео, потому что следующие истории тоже не маленькие, даже может быть и больше. Как вы понимаете, мы столкнулись с историей про сталкера. Меня, если честно, до сих пор немного удивляет вот этот вот школьный проект, потому что, скорее всего, из-за него в жизни мальчика появился такой человек, который отправлял ему фотографии, следил за ним. Я понимаю, что, наверное, это все-таки было сделано с благими целями и никто не предполагал, что можно наткнуться таким образом какого-то нездорового человека. Но все же нужно продумать все варианты при разработке таких проектов, мне кажется. Честно говоря, история про боксис разорвала мое сердечко, но после того, как я прочитала остальные истории, наверное, это, конечно, тоже грустно, но последующие прям вообще просто ужасные, если честно. Вот. Я смогла прочесть только для вас пока две истории, остается еще четыре. Я надеюсь, что вы все-таки продолжите слушать их. Кстати, эта история вам не напомнила историю с первого видео с актером Рамзи. мне кажется, конечно, тут более зловещие, жуткие ситуации, события происходили в жизни автора. Но тут, конечно, сравнивать, наверное, бессмысленно и нечеловечно, и нечестно по отношению к, так скажем, жертвам в этих ситуациях. Как я сказала, следующее видео, скорее всего, выйдет в воскресенье, так что ждите продолжения. Я очень надеюсь, что вам захочется меня слушать. Пишите в комментариях ваши предположения о дальнейших событиях. Пишите, хотели бы вы, чтобы я все-таки продолжала, потому что я все это делаю для вас. Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Также не забывайте, что у меня есть телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь. Там я рассказываю про разные смешные и несмешные истории своей жизни. Также рассказываю об анонсах видео, рассказываю про всякие творческие моменты жизни. Не забывайте подписываться на канал, буду благодарна за обратную связь в комментариях и увидимся в следующих видеороликах. Чус! Его друг по переписке был очень отзывчивым и присылал ему фотографии софериз... Бл... Мни язык заплетается. Ощущие нити. Я почувствовал... Там было дерево с птицей на нем. Знак как ограни... Знак как... Перл. Также не забывайте, что у меня есть телеграм-канал. Я там рассказываю про свои... Ну все. Поплыла. Девочка. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова